Таблицы и диаграммы Ребята, а сначала давайте поможем Тимуру. Он выполнял самостоятельную работу. Определите по диаграмме, сколько минут он выполнял каждое задание. Давайте проверим. На неравенство он потратил 15 минут. Задачи он решал 25 минут. На задание сравни потратил 10 минут. На уравнение у него ушло 20 минут. Примеры он решил за 5 минут. Сколько времени Тимур потратил на выполнение самостоятельной работы? Верно, 75 минут. 75 минут переведите в часы и минуты. Правильно, это 1 час и 15 минут. Молодцы, ребята! Диаграмма – это схема. Диаграмма может быть в виде столбиков, круга, линий. Выполним следующее задание. Рассмотрите рисунок. Сколько видов транспорта вы видите? Назовите количество каждого вида транспорта. Проверим. Автомобилей 7. Автобусов 3. Самосвал 1. Скорая помощь – 1. Мотоциклов 5. Велосипедов 4. Построим диаграмму. Укажем количество каждого вида транспорта. Давайте проверим, что у нас получилось. Решаем задачу. Маленький автобус вмещает 18 пассажиров, а большой на 22 человека больше. Сколько всего пассажиров вмещают оба автобуса? Для краткой записи используем слова «в маленьком», «в большом». Дополним задачу данными. В маленьком – 18 пассажиров. В большом – неизвестно, на 22 больше. Главный вопрос в задаче – сколько всего пассажиров вмещают оба автобуса? Вынесем его за фигурную скобку. Запишем решение задачи. Первым действием узнаем, сколько пассажиров в большом автобусе. Нужно к 18 прибавить 22. Посчитайте, сколько получилось. Получилось 40. А теперь найдем общее количество пассажиров. Прибавим к 40 – 18. Получилось 58. Запишем выражение. К сумме чисел 18 и 22 прибавим 18. Запишем ответ. 58 пассажиров всего. Соберите данные о числах от 0 до 20 в таблицу. Числа делятся на однозначные и двузначные. В первой строчке в записи есть цифры 0, 2, 4, 6, 8. Во второй строчке в записи есть цифры 1, 3, 5, 7, 9. Давайте проверим. Однозначные числа, в записи которых есть 0, 2, 4, 6, 8, это числа 2, 4, 6, 8. Двузначные числа, в записи которых есть 0, 2, 4, 6, 8, это числа 10, 20, 16, 14, 18 и 12. Однозначные числа, в записи которых есть 1, 3, 5, 7, 9, это числа 1, 3, 5, 7 и 9. Двузначные числа, в записи которых есть цифры 1, 3, 5, 7, 9, это числа от 11 до 19. А теперь предлагаю порешать. К 23 прибавить 4, получим 27. К 28 прибавим 8, получим 36. Сумма чисел 25 и 5 равна 30. К 23 прибавить 9, получим 32. К 23 прибавить 7, получим 30. К 27 прибавим 2, получим 29. К 11 прибавим 17, получим 28. К 15 прибавить 16, получим 31. К 12 прибавить 19, получим 31. К 14 прибавим 18, получим 32. Попробуйте самостоятельно сделать набор из геометрических фигур. Заполните данными фигурами два пересекающихся множества. Первое множество содержит синие фигуры. Второе множество состоит из кругов. Какие фигуры оказались в общей части кругов? Верно, два синих круга. Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями. Наш урок окончен. Пришло время подвести его итоги. Сегодня мы проводили сбор данных. Узнали, какие бывают диаграммы. Строили таблицы и диаграммы. Оцените свою работу на уроке на лестнице успеха. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Желаю вам хорошего настроения. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok